РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте! С Вами епископ Переславский и углический феоктист. Сегодня, в праздник Средния Господа нашего Иисуса Христа, за литургию в православных храмах прочитываются стихи 7 по 17, 7 главы послания апостола Павла к евреям. Давайте послушаем этот отрывок. Без всякого же прикословия, меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И, так сказать, сам левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину. Ибо он был еще в чреслах отца, когда Милхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левицкого священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Милхиседека, а не по чину Аарона именоваться. Потому что с переменную священства необходимо быть перемене и закона. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Милхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди Плотской, но по силе жизни непристающей. Ибо засвидетельствована «Ты, священник вовек, по чину Милхиседека». По чину Милхиседекову. Одна из основных задач послания к евреям – показать уникальность Господа Иисуса Христа как посредника между Богом и людьми. Показать то, что ранее по вдохновению Духа Святого выразил апостол Петр. «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Для христиан это аксиома. Но не так было в I веке по Рождестве Христовым. Особенно же много сомнений и непонимания было среди выходцев из иудейской среды. Дело здесь в том, что религия Ветхого Завета не допускала прямого контакта между Богом и человеком, но знала три вида посредничества – через ангелов, через Моисея и через Ветхозаветное священство, которое происходило из рода старшего брата Моисея Аарона. Если апостол Петр в своей речи перед Иерусалимской религиозной знатью просто констатирует факт превосходства Иисуса Христа над всеми – и над ангелами, и над Моисеем с Ветхозаветным священством, то апостол Павел не ограничивается лишь констатацией очевидного для него факта. Он предпринимает попытку доказать свою мысль через понятные его адресатам образы. Так он вспоминает человека, который явился прообразом Христа – Мелхиседека. Именно ему принес дары тот, кто сам в силу установленного Богом закона должен был принимать дары – Левий, сын Иакова, правнук Авраама. Принес дары тогда, когда, как написал апостол, было еще в чрезлих отца. То есть он принес жертву Мелхиседеку через Авраама. Но Авраам, как и его потомки из колена Левия, не должны были приносить жертвы никому, кроме Бога. Из чего вытекает очевидная мысль. Мелхиседеке, который был хоть и таинственным, но человеком, Авраам видел кого-то большего, то есть самого Господа Иисуса Христа. Конечно, для нас сегодняшних это не совсем актуальная тема. И нам довольно непросто понять все эти образы Ветхого Завета, а еще сложнее понять саму проблему. Но тем не менее, церковь ежегодно в праздник Сретения Господня напоминает нам эти слова апостола. Происходит это не случайно, ведь события Сретения отчасти напоминают нам встречу Авраама с Мелхиседеком. С одной стороны, старец Симеон принимает на свои руки младенца. С другой, он обращается к этому младенцу как к Богу. Он исповедует, что жизнь и смерть в руках того, кого Симеон был способен держать в своих старческих руках. Апостольские чтения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok